Здравствуйте, друзья! Очень часто ко мне приходят на мои мастер-классы люди, которые хотят научиться работать мастихином. И один из вопросов, который они задают, а что мне делать, чтобы поскорее научиться работать мастихином? А я им предлагаю, как правило, во время урока кто-нибудь допишет морской пейзаж, и, конечно же, все смотрят, кто что пишет, и они наблюдают, как другие пользуются мастихином в морском пейзаже. И я более уместно могу проговорить им это предложение. А предложение такого рода, что утром, хоть каждое утро вместо физзарядки, или вообще, когда появилось время, как некую студию брать и писать морской пейзаж мастихином. И тогда, поскольку в морском пейзаже нет точного рисунка, нет каких-то прорисовок, которые обычно новичку трудноваты, то человек может расписать руку, расписать-расписать с мастихином, распробовать густоты краски, какую меру брать, при каких случаях, и прочее, и прочее. То есть, морской пейзаж может стать замечательной формой выучивания, штудирования способностей мастихина, ну и своих способностей, развития этих способностей, жестикуляция, легкость исполнительская. Без особого напряжения для ума, для воли, для чувств, а так достаточно легкомысленно постоять у холста и потренировать мастихиновую живопись. Море пишется не только мастихином, и, естественно, мы знаем и голландскую живопись с морскими пейзажами, и романтического периода живопись, таких как Айвазовский и тех, кто ему подражал в дальнейшем. Ну и в наше время полно живописи морского пейзажа с тематикой Айвазовского. Очень хорошая тематика, очень удобная в исполнении, но проблема у таких пейзажей, как пейзажа Айвазовского, как правило, это то, что если не тонущий корабль, то там смотреть не на что. Хотя идея волны, вот этой прозрачной волны, у Айвазовского, конечно, безупречно изобретена им. Конечно, кто любит морской пейзаж, стоит опробовать и эту технологию. Но эта технология кистевая и легко никогда не дастся. Вообще, все, что делается кистью, кисть совершенный инструмент для исполнения, изобразительного исполнения. Поэтому это лучший из технических способов. Но мастихин, с тех пор, как он вошел в частое употребление художниками в наше время, именно в последние десятилетия, он открыл в том числе способы изображения моря и не кистевые, а именно вот эти игривые способы исполнения, абстрактные немножко способы исполнения. И, конечно же, у него несколько другой язык, хотя он может приближаться максимально и к натуралистичному языку. И даже, честно говоря, тематику Айвазовского немножко мастихин тоже может справиться с ней. Вот. И самое замечательное в этих морских пейзажах мастихином, что те технические навыки, которые вы приобретете в морском пейзаже, расчувствовав количество материала, которое нужно использовать, характер движения, потому что мастихином можно двигаться, ну, как на коньках по льду, преразнообразно. И вот расчувствовав эти все элементы, вы потом любой другой мотив, который бы вы взяли бы исполнять мастихином, делали бы это тоже легко, без... и научились бы еще и жесту, жесту исполнительскому трюкачеству в своей живописи. Что, конечно, сейчас в наше время очень ценится, потому что вот это трюкачество, оно выглядит эмоциональным, особо выразительным, фактурным. Живопись мастихина, она фактурна, она возбуждает густотой краски, и, конечно же, в наше время некоторое преимущество имеет перед традиционными способами изображения. Вот. А что очень важно, что действительно без особого напряжения ума, воли и интеллекта, и чувств, можно подходить к холсту и просто оттренировывать, оттачивать эти способы, получая при этом практически готовый продукт, потому что даже вот просто кусок открытого моря, это само по себе красиво. А если вы туда потом присобачили чайку или пару камней, то вот уже и сюжет. То есть сюжет рождается чуть ли не от фонаря. Это одно. А другое... Что-то еще тут тоже выгодное, что-то мне пришло в голову. А, многие из вас боятся цвета. В морском пейзаже бояться цвета негде. Там синий, синий темный, синий светлый. Чуть иногда зеленит вода. Ну, в случае заката чуть сложнее, да, вот такого яркого красного заката. Но в основном это все вариации синего, фиолетового, голубого. То есть фактически мы берем чуть ли не одну краску и можем выполнить задачу. То есть даже если у нас проблемы с цветом, а у многих из вас жалуются на то, что я вот не вижу в цвете. Я не знаю, как смешать, чтобы получить этот цвет. То, пока вы будете общаться с этим двуцветием, потихонечку вы подружитесь с краской и сможете уже потом добавлять какие-то цветовые уже в других задачах. Так вот самое главное, что я, вот необычность сегодняшнего, на мой взгляд, материала будет в том, что я постараюсь вам показать, как можно просто подойти к холсту и калякать. То есть что-то, что-то внятное, будучи при этом не сильно мобилизованным к исполнению задачи. Единственное, что вам понадобится, конечно же, это некий набор фотоматериала. Фотоматериал может быть у вас в компьютере, а может быть, вот как у меня в картиночках, которые, ну, просто хотя бы будут как-то подсказывать, в каком направлении двигаться на ходу. То есть, может быть, дальняя волна появится, может быть, передняя, может быть, немножко переднего плана. Это совершенно простые вещи, которые после таких тренировок выстреливаются элементарно и очень любимы людьми. Вот такие нехитрые волночки, которые могут быть снабжены парусником вдали. Вот даже вот такие тематики. Очень много видео есть на эту тему среди моих, даже во время уроков этих видео. И, конечно, там все эти приемы будут, но вот как ни с того ни с сего подойти к холсту и начать эту тренировочную деятельность, вот мы сейчас с вами попробуем. Я сам тоже буду это первый раз делать, потому что мне не приходилось это делать. Я всем советую, а самому не приходилось. И вот сейчас, показывая вам, как бы это могло бы быть, ну, тем более, что я очень многим советовал, и сейчас те, кто уже был на уроках, смогут увидеть, как бы это можно было делать. Значит, у нас на палитре наш обычный состав. Конечно, белила, голубая ФЦ, ультрамарин, бирюзовая. И для компании на всякий случай, мало ли, камни будем делать что-нибудь. Но, в общем-то, нам бы могло хватить этих двух. Белила и голубила. Ну, то есть голубая ФЦ. Ультрамаринчик. Для тех, кто больше любит синеватые оттенки, можно с ультрамарином. Хотя у голубой ФЦ интенсивность краски выше, и темные элементы будет намного легче исполнять, чем со слабым ультрамарином. Бирюзовенькая. Поскольку в море очень часто бирюза, ее можно заменить на изумрудную. Можно просто бирюзовых оттенков добиться, добавляя желтого к голубому. Ну, то есть, проблемы нет. Но даже нам бы хватило этих двух красок. Белила желательно, чтобы у вас были титановые. Но если не будут титановых, то и цинковые вполне подойдут. Итак, палитру мы видели. Я вот сразу хочу показать, с чего мы вообще начнем. Вы видите, водичка на этой картинке. То есть, очень водянисто лежит укладка. Понятно, что это фотография. Но мы сначала попробуем вот этот способ изображения. На мой взгляд, на старте можно было бы потренировать именно эту задачу. Сейчас, может быть, станет понятно, почему. Значит, мы немножечко польем холст. Теперь с белилами. То есть, я зачерпнул белило. И прямо в эту слякость загоняю некоторый слой краски. Прямо слякотную порцию краски. Не знаю, видит ли камера, сколько здесь краски. Но сейчас мы с вами определимся с количеством вещества. Опять полил разбавитель. Чистый разбавитель. Опять загоняю белило. То есть, растаптываю белило на палитре. И загоняю на холстик. То есть, нам нужно некое количество вещества. И чтобы мы не путались с веществом голубого цвета, потому что голубой он сразу будет то темнее, то светлее. Мы давайте сначала закидаем чистыми белилами. Вот эту слякоть белил закидаем на холст. чтобы определить, какое количество краски стоило закидать, давайте посмотрим. мастихин штрихуя, не шпатлюя, не шпатлюя, а штрихуя, создает некое количество, какую-то каплю на краях штриха. Вот такое примерно количество краски нам нужно заложить на холст. причем слюна краски, вы видите, она не очень-то течет. То есть, это не переразжиженная мера. Постарайтесь вот такую меру заложить у себя. штрихом, разбавителем. Разбавитель использовался, просто разбавитель, белил, создали вот эту слякоть краски. Когда мы эту слякоть создали, возьмем голубую ФЦ, вот она, голубая ФЦ, причем я ее взял не от центра, как некоторые берут так и даже иногда сюда не растоптывают, а сразу сюда. Не, растоптали у края и загоним, загоним, загоним по всему холсту этот голубой цвет. И небо, и море голубого цвета. То есть, проблем с цветом появится просто не может. Обратите внимание на характер укладки. Я уже задаю настроение волны, то есть, лодочный характер укладки. Амплитуда лодки не такая, но некоторая качеля, некоторая качеля укладки есть. И, видите, я даже кистью веду себя странно. Нет, чтобы заглаживать. Нет. Я мусолю. Даже не знаю, слово, какое подобрать. Ну вот, мотаю краску по холсту, не щадя кисти. то есть, хорошая кисть от этого не портится, но в растопырку превращается. Но это хороший способ укладки. Хороший способ укладки. Обратите внимание, что я почти не отпускаю кисть от холста. Некоторые с этим тоже не справляются. Почему-то всегда хочется сделать отдельные движения. А вы видите, не делаю отдельных движений. проверим, сколько у нас вещества. Вы видите, после штрихования, именно штрихования, не шпатлевания, не вот этого делания, нет, не вот этого, а именно после штрихования образуется избыток вещества. Я сильно не жму, я как бы упаковываю краску. Появляется некий избыток вещества. Вот если этот избыток формируется, значит у вас хорошее количество краски на холсте. То есть вам есть что расштриховать, удавить, упаковать в зерно холста эту краску. Видите, я меняю направление штриха и как бы упаковываю краску в промежутки между зерном холста. А заодно краска некоторым образом становится более равномерна, более равномерна и как бы становится, как гипс становится, так и краска в данном случае становится. просит еще раз картинку показать ближе к камере. А, ну картинка у нас очень приблизительная, мы не будем рисовать этого товарища, который там на фотографии. Нам нужно идею воды. Вот я сбросил лишнее вещество, которое накопилось на мастихине и тоже его упаковываю в холст. 80% картин на старте нуждаются вот в таком количестве краски. Мы часто на старте не знаем сколько положить вещества. То кладем очень много и мы не справляемся с задачей, она становится слишком скользкая поверхность холста. То кладем очень мало и тогда она сухая, неинтересная, нет этого проявления масляной живописи на холсте. Вот эта мера вещества самая подходящая в 80 случаях картин. Опять же, несмотря на то, что мы помните, кистью делали вот это движение, это мы просто уже тренировались. Мы потренировали укладку, в том числе и кистью, по вот этой траектории. А сейчас просто упаковываем краску. То есть нам все нужно потренировать. То есть фактически мы сейчас с вами не картину пишем, а тренируемся. А получится картина очень хорошо. Должна получиться. Вот видите, немножко не хватает вещества. Я здесь пытаюсь выштриховать, а вещества не хватает. Не знаю, видно ли это на камеру. То есть не собирается сопля краски на края после штрихования. Ну и вот вы видите эту продресь. Если она видна, то вот это недостаточное количество. То есть нам нужно, чтобы мастихину было придавливать. Тогда мы имеем благополучное количество вещества, от которого очень много будет зависеть в процессе. Вы видели, я лишнюю краску сбросил, та, которая накопилась на мастихине, сбросил на холст. Происходит более распределение, хорошее распределение вещества. Вещество несколько вымешивается, становится, то есть перестает быть напрасно скользким в одних местах и суховатым в других. То есть удобным для разработки. Если в одном месте холста оказалось чуть больше краски, можно воспользоваться этой краской и поделиться с тем местом, которое суховатое. Я даже сознательно оставлю суховатое место, если вам видно на камеру, как оно выглядит, вы сможете отредактировать свою меру. То есть это маловатое количество. Сухо, ничего не собирается. И вот мы с вами сейчас попробуем водяно поработать. То есть вот эти отражения попробуем порисовать. То есть теперь, когда краска вымешана, в нее удобно будет вложить разбелы. Но разбелы не только белого цвета. Вот скажем так, можно было бы чистый белый взять, а я немножко с голубизной. Кладем, кладем висячий. Так бывает очень часто на прудах. Положение вещей такое бывает. Где-то возьму больше синенького, подложу. То есть это то, что будет являться отражением. И раздавливаю в эту среду. Еще белил зачерпываю, еще подкладываю красочку и еще раз вдавливаю, вдавливаю, вдавливаю толст. После такого действия можно сделать вот такое действие. Кардиограмму укладки. Сейчас мы еще будем к этому возвращаться. Я хочу, чтобы вы увидели этот простейший способ дать поверхность воды. Это и у моря, конечно, часто встречается, когда вода еле колеблется. И на прудах вот такое состояние укладки. Вот такое. Даже уже имея некое подобие этой волнистости, даже и в это состояние мы тоже можем подкладывать разные тональности. Вы видите, я их бросаю, не строим, а разнообразно укладываю. Еще добавим и опять потренируем. и так будем тренировать, пока вот эта идея поколебленной воды у нас не начнет получаться. И когда она начнет получаться, у вас в руке застрянет этот способ изображения, и вы всегда при любом случае сможете пользоваться им для того, чтобы гладь воды с легким колебанием, нарисовать убедительно водяно. Для того, чтобы это укладывать, я делаю что? Я чуть-чуть поднимаю мастихин на конек, чуть-чуть, но не сильно. И давлю вниз вот такой гармошечкой. То в эту сторону в большей степени, то в эту сторону появляется вот такой следок. По соседству тоже, тоже, по той же технологии. то в одну сторону, то в другую создаем идею колебаний. Вот и дождь так выглядит, на асфальте так выглядит ситуация. Значит, надо прямо выучить ее. Должно приобрести навык. То есть, мы не просто сейчас пытаемся картинку нарисовать, а требуем от руки приобрести навык в исполнении этих задач. Можно это сделать на всю длину, на всю длину, можно только фрагментально, но у вас площадка для тренировок, удобная, разумная площадка для тренировок. У вас нужное количество краски на холсте, так как если вы выписали картину, то есть это не просто ну как в этом анекдоте, что когда научитесь нырять, нальем воду в бассейн, то есть у вас вполне бассейн с водой и вы оттачиваете эту технологию укладки. Разнотональные подкладываете голубизны, то они чуть ли не чистый голубой, то разбелен мало, то разбелен много. Раздавливаете то же самое, смотрите, кладу на ребро и давлю перед собой. Давлю, давлю. Пока мы все это делаем, у нас накапливается вещество краски на холсте, которое для моря очень пригодится. То есть море любит быть написанным густотой краски, если речь идет о мастихине. Вот такую раздавленную устраиваем тренировочную и делаем вот такие дорожки. Одна, тут же другая, произвол торчания может быть любой. То есть главное, чтобы появлялось вот это. Только вода может так себя вести. Вот обратите внимание. Только вода себя ведет вот таким образом. То есть в данном случае масло совершенно идентично воде. Только масло более стойкое, а вода бы текла. Вот она. Вот эти вот вещи. Мы такое 300 раз видели в природе, на поверхности воды, на поверхности дождливого асфальта и прочих. Можно даже не раздавливая, как я сначала раздавил, можно так не поступать, а чуть-чуть подбросив краски, тут же начать ее загонять. Тоже еще один вариант. Вот они. То есть учим руку, ну и сознание свое, учим устраивать водяную среду, которая многократно пригодится не забывайте вытирать мастихин, которая многократно пригодится при разных способах укладки. Этот способ укладки вы встретите когда мы будем рисовать волну. Будет волна у нас и пена. Мы пену будем также делать. Это где-то через часика два мы будем еще то же самое делать с пеной. Но сейчас в более простом случае, в более крупном мы освоим эту идею. Как правило с этой задачей более или менее справляются на уроках. Более или менее справляются. Труднее справляются с пеной. Там более мелкая задача и вдруг начинается ужас точного рисунка. Здесь точного рисунка пока нет, поэтому ужасаться нечему. Оттачиваем идею. Вот он. Вот они. кое-где вы видите становится суховато. Ну здесь у нас было мало краски и становится суховато. Тоже для себя делайте пометку какую меру вещества набираем. Та первичная помните мера вещества вот здесь в полной боевой готовности, а здесь не в готовности и как видите сухомятки образуются. То есть вот такая штудийная вещь, которая сама по себе уже претендует несколько на картину, поскольку перед нами сформировалась идея отражения. То есть мы смотрим как на зеркальную поверхность на все это. Как на зеркальную поверхность. На которую стоит что-то поставить, ну я не знаю, это может быть человеческая фигура. Опять же, я беру тот же цвет синий, вернее голубой. Это может быть человеческая фигура с отражением и вы видите, это уже практически картина. То есть это могут быть более густенькие пятнышки зеленого цвета вот этой растительности на воде, которую мы все видим постоянно на наших водоемах. То есть кувшинкообразные листья и тому подобное. То есть дополнив пустячками вот такими мы можем получить вполне себе картину, просто дополнив какими-то пустячками. в данном случае это к одному сюжету относится, а это к другому сюжету. Вы знаете, у Мане очень много работ, где практически вот такая вода и кувшинки только более крупные. Вот такие у него кувшиночки плавают, вот такие листья кувшинок, какие-то стволики торчат, на которых кувшиночки или вниз уходят от листьев. То есть это вы все встретите у Мане если захотите дополнить вот эту среду, вот эту среду, если захотите дополнить каким-то содержанием. то есть